Все вы знаете, наверное, новинку от Ярнард, это Флауэрс Мерина. Моточки объемные, мягкие, приятные на ощупь, с красивым градиентом цвета, как у всей линейки Флауэрс. В центре каждого мотка для удобства добавлен маячок, который обозначает начало вязания. Но так как пряжа толстая, объемная, получаются очень дырявые изделия. Поэтому для шалей, бактусов и палантинов я бы вам рекомендовала использовать ажурные узоры спицами. Я думаю, эта пряжа заслуживает вашего внимания. Вас, наверное, интересует вопрос, как связать изделия с равномерным переходом цвета по всей длине из нескольких мотков. Все очень просто. Я рада вас всех приветствовать. На нашем канале с вами магазин рукоделия Кэнди Ярн и я, Яна. Все вы знаете, наверное, новинку от Ярнард, это Флауэрс Мерина. В этих больших моточках 225 грамм и метраж 590 метров. И состав 75% акрила и 25% шерсти. Несмотря на большое содержание синтетики, она не ощущается ни на ощупь, ни в работе. Моточки объемные, мягкие, приятные на ощупь, с красивым градиентом цвета, как у всей линейки Флауэрс. Нитка равномерная по всей длине, практически не пружинит и состоит из 4 тонких нитей, неплотно скрученных между собой. С этой пряжей работать очень приятно. Она быстро вяжется и легко скользит по инструменту. Она красиво смотрится в любых узорах, как спицами, так и крючком. Петли и столбики выкладываются сразу ровно. Производитель нам рекомендует использовать спицы 4,5. Для меня это показалось редковатым. Свой образец чулочной вязкой я вязала спицами 4. Полотно получилось мягким, упругим и нормальной плотности. Флауэрс Мерина хорошо держит резинку, которую я связала тройкой. И красиво смотрится в рельефных и теневых узорах. Узор тоже связан спицами 4. Изделия, связанные такими номерами инструментов, отлично держат форму, подойдут для любых ваших задумок. Что касается крючка, производитель нам рекомендует использовать крючок номер 5. Да, я связала образец с крючком номер 5, но так как пряжа толстая, объемная, получаются очень дырявые изделия. Поэтому для ваших зимних аксессуаров нужно выбирать плотные узоры, либо с минимальным количеством воздушных петель. Я связала узор с одной воздушной петлей, вот как он смотрится. Для бактуса или шали это будет вполне нормально. Также я связала элемент шали с большим количеством воздушных петель. Дырки получились очень большие. На мой взгляд, эта пряжа не подходит для такого типа узоров. Поэтому для шали, бактусов и палантинов я бы вам рекомендовала использовать ажурные узоры спицами. Например, свой образец я связала спицами номер 5. Он получился красивый, мягкий, хорошо драпируется и по толщине намного тоньше, чем крючком. Теперь пару слов о палитре. На официальном сайте производителя насчитывается более 20 цветов. Они все красивые, умеренные, трендовые, с великолепными переходами цвета. В центре каждого мотка для удобства добавлен маячок, который обозначает начало вязания. А теперь мы рассмотрим цвета поближе. 530, 532, 537, 540, 544, 547, 550, 553. Что можно связать из этой пряжи? В основном ее используют для вязания зимних аксессуаров. Шапки, шарфики, бактусы, палантины, шали. Также из нее вяжут джемпера, кардиганы, жакеты и другие теплые изделия. Как ухаживать за изделиями из этой пряжи? Ручная стирка, температура воды 30 градусов. Не тереть, не выкручивать и сушить в горизонтальном положении. Утюг рекомендуется использовать на слабых температурах. Производитель также разрешает нам стирать изделия в стиральной машине. Пряжа довольно экономичная. Например, на джемпер 44 размера вам достаточно будет двух мотков. На джемпер 46-50 2,5-3 мотка в зависимости от узора, от плотности вязания и длины изделия. Вас, наверное, интересует вопрос, как связать изделие с равномерным переходом цвета по всей длине из нескольких мотков. Все очень просто, так как пряжа не секционного крошения, переход оттенков отмечен небольшим узелком. Я думаю, эта пряжа заслуживает вашего внимания. Она мягкая, теплая, не колется, легко и быстро вяжется, красиво выкладывается в любой узор, как спицами, так и крючком. Имеет экономичный расход и очень красивую палитру. Единственным недостатком, которое может быть в этой пряже, это легкое скатывание в местах трения. На этом у меня все. В комментариях напишите, вязали ли вы из этой пряжи, как она вам в работе, в носке. Нам будет ценно и интересна любая ваша информация. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и нажать колокольчик. И всем пока. Сладких вам петелек.